В России сегодня назвали дату начала учебного года и смены в загородных лагерях сократили до двух недель. Все подробности дали. Наш эфир продолжит рубрика короткой строкой. В России назвали дату начала учебного года. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что школы начнут работать, как обычно, с 1 сентября. Из-за непростой эпидситуации в учебных заведениях усилят меры безопасности. Например, изменится расписание уроков и перемен, чтобы ученики реже пересекались друг с другом. Сейчас с регионами ведется работа по разработке мер безопасности в школах. Смены в загородных лагерях сократили до двух недель. Они начнут принимать детей с 3 июля. С сегодняшнего дня всех сотрудников лагерей начали обследовать на коронавирус. В этом году лагеря будут работать в особом режиме. Кровати будут расставлены на расстояние полутора метров. В корпусах установят дозаторы для антисептиков и обеззараживатель воздуха. В лагерях не будет родительских дней. Дети и сотрудники не будут выезжать за пределы учреждений. В Вятку выпустили больше 7 тысяч мальков-стерлиди. Молот весом не менее 3 граммов запустили в реку в районе Котельнича. Мальков-рыб выпускают в водоемы, чтобы компенсировать причиненный ущерб водным ресурсам от хозяйственной деятельности. В прошлом году в водоемы области было выпущено больше 140 тысяч рыб. Жители Кирова стало на 5 тысяч больше. В городадминистрации сообщили, что прирост населения в прошлом году был зафиксирован за счет миграции. Сейчас в Кирове проживают около 544 тысяч человек. За последние 5 лет население города выросло на 26 тысяч человек.